Добрый день! Меня опять зовут Владимир Иванов. В завершающий ролик нашего фильма меня попросили показать такой очень интересный прием, который может быть использован в программе, для такого очень интересного сценария, когда вы можете подключить калькуляцию в Excel, которая уже есть у пользователей. То есть на самом деле, если посмотреть, у пользователей может быть уже создано большое количество разнообразных Excel-файлов, для него считать, бог знает что, от финансов до вот этих вот объемов всяких. В программе можно применить такой хитрый прием, когда можно сделать интеграцию в реальном времени с вот этими расчетами в Excel. Делается это очень просто. Единственный момент, знаете, я вот сейчас попробую открыть эту услугу свою. Значит, надо следить за верхней структурой работы, чтобы у вас там ничего не развалилось. Значит, в этой методике. Значит, мало того, что вы можете интегрироваться с теми расчетами, которые в Excel у пользователей уже есть, они будут этим очень рады. Во-вторых, очень важно, сколько бы вы ни поставили там ERP и прочих систем, они все равно не охватывают все потребности клиента. Поэтому все равно в Excel останется очень много расчетов. На самом деле, может, даже больше половины. Потому что они на специфические случаи. Значит, основной здесь момент, что в Excel еще вроде бы, может быть, в другой структуре работ сделан. Ну, вот типичный пример. Видите, вот у меня здесь идет этот порт услуга. Там это как раз использовалось. Тут можно какие-нибудь там колонку затраты вставить. Ну, она, скорее всего, сброшенная здесь. Вот, сейчас. Затраты. Да, видите? И мне нужно сюда, допустим, занести деньги. Вот. Значит, вопрос тут заключается в следующем, что плановые эти деньги, они есть у финансового директора, например. Но важный момент в том, что у него не технологически они разложены, эти деньги, а они у него разложены как бы в виде реестра договоров. Ну, потому что она в платежеспособности идет. То есть ему надо перегруппировать еще деньги, чтобы они сюда попали. Это просто пример. На самом деле, мало того, что мы сейчас подключим в реальном практически времени этот Excel, ну, не совсем в реальном обновлении надо запускать, конечно. Так, второй момент, что даже если не в той структуре сделаны данные, это все равно не проблема. Ну, то есть их можно перегруппировать. Вот, как это. Сценарий, в общем-то, бесценен сам по себе при всей своей его примитивности. Единственный момент – методология. Значит, особенно когда перекодируются справочники, скорее всего, в Excel уже не в таком виде, как у вас будут эти данные. Потом для пользователей могу сказать, это очень важный элемент увидеть их в технологии. Потому что, представляете, как бы у финансиста не было по резервуарам, допустим, денег. Они были по договорам. А кто-то перевернул это сюда, в систему занес, он сразу увидел, что эти резервуары, например, вот эти первые четыре стоят по-разному, как оказалось. Хотя они вроде бы одинаковые. Повод был для интересных разнообразных выводов. Значит, как подключается? Значит, методология, еще раз. Особенно если будете переворачивать аналитику, то есть у пользователя в Excel по-своему сделано, здесь по-своему. Вы должны очень жестко подойти к этому верхней части элементов, по которым будет синхронизироваться. То есть их менять нельзя, естественно. И они должны быть сразу же правильно запланированы. Почему я уделил в одном из фильмов такое большое внимание тщательности планирования верхнего уровня работы? Если вы, по сути дела, будете сейчас перекодировать с помощью Excel одни справочники, которые у них есть, вот ваш, трогать тут уже верхнюю часть нельзя. Рассыпется эта интеграция, потому что она на ней базируется просто. А, нижнюю часть можно трогать? Нижнюю часть можно трогать, да. То, что входит, допустим, в резервуар, там внутри вот это. Да, поэтому переходный лист обычно две раз выгружают и не трогают больше. Те элементы, которыми вы будете вязать консолидацию с Excel-файлами, очень консервативный подход должен быть. Особенно там может быть наворочено много, и потом для людей еще будет определенный труд перекодировать свои данные. Он не очень большой, но на самом деле будет очень нерадостив, если вы попросите повторить их эту работу. Теперь как это делается? Значит, делается методикой переходного листа. В принципе, такую технику используют иногда пользователи Excel и без нашего продукта, просто когда у одного свой Excel, у другого тоже свой Excel, ну какая-то модель, им надо обменяться данными. Они делают тоже обычно третий такой листик, на него бросают формулы друг друга и переходят из одной модели в другую. Вот, эта модель здесь поддерживается. Вот там. Так, переходный лист для финансиста. Выгружается, как правило, он только один раз. Вот, то есть, потому что, чтобы не рассыпалась модель, очень жестко просто делается. А потом его редактирует тот, кто свою модель заносит. Вот, теперь укажите формулами на свои листы, как считаются цифры. Когда такая штука используется, часто очень применяется вместе с фильтрами. Вот здесь вот я пока сейчас не рассказывал, как фильтры в проекте используются. Например, убирается как раз, ну, можно настроить фильтр, убирается детализирующая задача, оставляется только для интеграции. Вот. Ну, потому что консолидация обычно делается на верхнем уровне. То есть, они во всей детализации работают. Ну, я, допустим, без фильтра сейчас сделаю. Значит, потом, что мне сюда надо перебросить? Мне сюда надо перебросить затраты забрать. Бросил. Ну, остальное могу не трогать. А, еще мне нужен вот этот вот код норматива. Там текст один был, по-моему, да? Число. Вот это мне будет очень не лишним. Да. Ну, это не код норматива, на самом деле. Это не совсем правильно здесь написано. Это из другой модели мне пришло. Что такое код норматива? Это, ну, здесь просто у меня, вот видите, как бы, о чем я говорил раньше. Обязательно нужно делать карту полей при настройке всей системы. В этой модели в услуге, в поле текст один, это не код норматива. Это, на самом деле, код по гемплану. Ну, просто поскольку у меня здесь разные несколько моделей стоит, в другом примере, который я там крутил, там был код норматива какой-то за видео, ну, хранился в этом поле. Видите, поэтому очень важно, как бы, вот, как я показывал в самом первом фильме, сделать карту полей. Иначе, как бы, вот такие фишки. Ну, пускай, так и оставим, пока не буду тут ее менять. Как есть, так есть. Так, все. Теперь выгружаемся. Ну, да, допустим, услуга назовем. Ой, единственное, что я тут сдруканул, проект этот большой. Сейчас выгрузки и загрузки могут быть, ну, вроде быстро пока этот. Так. Теперь, значит, вот эта форма, она переходная. Вот она, услуга. Вот, видите, то есть просто здесь забиты коды, здесь забиты эти самые элементы. Значит, что есть у финансиста? У него все по-другому. У него там будет написано реестр договоров, то есть в другой аналитике может быть все. Там договор 1, договор 2, там, условно говоря, здесь 1000, здесь 2000, там, да, ну и так далее. Значит, где-то там у него, эта вся модель, там у него это хранится. Так, это не шаблон Excel, это книга Excel. Так. Ну, сейчас документы брошу. Вот, это как бы файл финансиста. Вот, у него, значит, соответственно, все по-другому. Вот так вот сделано. Теперь, как бы, он выполняет следующую работу. Она одноразовая. Значит, он берет, допустим, этот резервуар, дальше он ставит сюда равно, переходит в свой лист и здесь начинает формулами делать. Ну, предположим, кстати, вот эта вот здесь противопожарная система, она на все резервуары вместе. Вот, это сумма, да? То есть, соответственно, он возьмет их, если там их 16, он поделит весь договор с противопожаркой на 16, здесь он поделил. Потом не все еще. Там, допустим, монтаж металлоконструкции, он напишет плюс, опять идет на свой лист. Значит, вот здесь монтаж металлоконструкции, допустим, этот подрядчик его делает на двух резервуарах. Ну, так как-то. Вот. То есть, вот он перекодировал сюда, видите, он написал формулу. Если он что-то у себя начнет менять, то листок-то, естественно, начнет обновляться. Ну, допустим, он ошибся, нужно там не 200, а 2200. Естественно, здесь это пересчитается. Вон, видите, там не помещается даже. Так. Ну, расширить ячейку. Там, по-моему, включена защита ячейки, поэтому он так вот будет. Ну, видно, что он пересчитался. Ну, да, видно, пересчитался. Теперь каждую ячейку так надо пересчитывать. Да, они так делают, в принципе, значит... Ну, что ж такое-то, ширина этой ячейки-то как-то... Интересно, как их может поменять здесь по-другому? Значит, все-таки хочу как-то расширить, но защиту листа надо снимать, неохота. Значит, в принципе... В принципе, в принципе, в принципе... Ну, в принципе, да, можем и шрифт, но защита листа работает, тут, по-моему, так особо не поменяешься. Ладно, не буду. В общем, там посчиталось по формуле, я думаю, это понятно. Значит, а, я могу здесь, в принципе... Ну, защита листа. Вот, могу снять, но это не очень хорошо. Значит, соответственно, вот так вот формулу они переделывают. Они занимают некоторое время. Ну, то есть, там, сколько-то там они тратят времени, и, соответственно, они постепенно так вот перекодируют все. Ну, допустим, если вот в данном случае вот по терминалу, за две недели факультативно два человека это сделали. Перекодировали весь бюджет в структуру как бы вот объектов. Хорошо, один раз перекодировали, да? Да, потом, в принципе, что они делаются? Они там что-то в своем Excel меняют, вот этот переходный лист обновляется, он больше не выгружается, потому что уже перекодировать... Сейчас это я сохраню. И периодически планировщик просто подгружает его, потому что там новая версия может идти. Вот, так, вот услуга. Открыть. Ну-ка. Ну, видите, 1062, вот это как бы то, что из его Excel пришло сюда. Вот, и он его забирает. Ну, вот он загрузился, 1062. Ну, там пересчет пошел, вот, в принципе, в проекте много всякого там наделано. Значит, сейчас он там закончит играться. А дальше-то, что будет хорошо один раз? Они же вручную, каждый раз надо вручную лист? Нет, смотрите, сейчас не буду тут ходить, значит, еще раз. Они у себя в Excel это просто меняют, ну, тогда, когда им там надо, когда меняют. У этого самого, и по сути дела, в каком-то доступном месте лежит этот переходный лист. Но он все время содержит уже актуализированную информацию. И планировщик у него, видите, там даже, когда вот я сейчас все время загружаю, там градусник, видели, такой появляется, ну, периодически. Ну, вот, я даже когда сейчас загружу, если еще раз, ну, такая полоска такая. То есть, у него, на самом деле, если посмотреть в эти обменные формы все, вот сейчас там из файла, нет, сохранить, значит, есть, значит, способы пакетной обработки. Это вот на это вот коммуникационные правила. Можно сказать, что это вот без предварительного просмотра, ну, то есть по пачке. Он просто нажимает, загрузить, вот видите, групповая рассылка, там, групповое получение форм. Вот, он их просто загребает всех этим автоматом, и к нему приходит последняя цифра оттуда. Вот так делается. Но сейчас можно пока по одному загружать, чтобы просто смотреть, что происходит. Вот, то есть, проще говоря, ну, как в случае там безопасности, наверное, эти файлы надо передавать. В случае, если безопасность такая, позволяет файловый сервер использовать, в одной из папок лежат эти переходные листы, связанные с этими, ну, листами, как бы, пользователей. И, в принципе, планировщик просто раз в неделю подгружает новую версию данных оттуда, и все. Вот, а те, кто сидели в Excel, они после того, как переходные листы сделаны, так и продолжают дальше работать. Для них ничего не меняется. Вот, это, конечно, очень мощный сценарий, много чего. Для финансистов цеповое применение, вы видите, даже плановые объемы могут быть рассчитываться по каким-то сложным калькуляциям. Наверное, там, конструкции как-то, еще что-то. Вот, то есть, расчетных показателей море. Вот, и, соответственно, я сюда могу подцепить таким вот образом. Там, вот, вот, Excel-овские расчеты, причем в том виде даже, как они их делали, как привыкли их делать. Вот, самое смешное, что вот так вот я, как бы, достаточно легко могу финансовые модели подключать. И они начинают там, ну, буквально за месяц так можно запуститься. А стандартная интеграция с ERP может делать с угол. При том, что меньше передает данных, например. Так, ну, мой оптимистичный. Спасибо. Спасибо. Спасибо.